13 глава, 15-17 стихи. Господь сказал ему в ответ лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от кузов сих день в субботник? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех слаженных делах его. Это реальное событие. Лицемеры окружали Моисея. Евреи, в конце концов, вывели такое изречение, учителя их, что если в мире существует лицемерие 10 частей, то 9 из них в Иерусалиме. Я это отношу сегодня к православию. Если существует 10 частей в нашей стране лицемерия, то 9 из них в православии. Все лицемерно. Вот сегодня церковь отмечает празднования Петра и Павла. Храмы открыты, взводят колокола, праздничное убранство, ризы, много ладону, дыму. Но уходят и все остается так же. Запоминать-то ведь не еще на сегодняшний праздник-то. Отрубили голову Павлу, распяли вниз головой Петра, все кончилось. Идите празднуйте, ешьте молочное мясо. Вот запомни только, что ты человек. Это не трудно запомнить-то. У тебя есть голова-чело. А ниже, вот череп, когда видите, на черепе есть отверстие. Говорят, у человека 5 органов чувств. И не надо спорить с этим. Это Бог так сделал. И святые отцы, где говорят о 5, цифра 5, они всегда в упор делают на 5 органов чувств. Первое. Это почти 85% восприятия окружающего нас, зрения. Мы видим, что в сегодняшний день в храмах изменилось. Вчера и сегодня что-то изменилось. Больше народу придет. Больше ничего. Второй орган. И на черепе видно дырочки специальные для ушей. Вера отслышанья. Отслышанья-то и ничего, и нет, и не понимают. Вы думаете, что случайно вы сегодня читали, что про Петра, когда Петр сказал, ты, если Христос, Сын Бога Живого. Это ведь обдуманно было. Более важного из жизни Петра ничего не нашли те, кто составлял чтение на сегодняшний день. Об апостоле Павле. Об апостоле Павле, где он сам о себе говорил. Не Христос. Я более всех потрудился. И перечисляется, что он делал. В первую очередь удары. Какие он претерпел муки. Но сравни одно с другим. Значит, здесь больше ничего не нашли из жизни апостола Петра. И церковь свела двух апостолов в один день. А они умерли в разные года, в разные дни. Это сделано искусственно. Почему? Потому что между ними были разногласия и разномыслия. А в народе сразу начинают делиться. Я Полосов, я Павлов, я Кифин. Кифин это Петр. То есть разделение явно было. И когда разделение было между почитателями Златоуста Василия Великого Григория Богослова, церковь свела празднование в один день. По-другому никак нельзя было. А вот теперь все почитатели пришли в один день в храме. Мы все едино. Чего нам делиться? Апостол Павел написал послание, сколько неизвестно. Но абсолютно точно сохранилось 14. А было написано больше. Может быть сотни. Петр написал два послания, они сохранились. Апостол Петр на послание Петра нигде не ссылается ни разу. Тут рыбак не ученый. Он говорил под кровью. Ему Бог открыл. Он написал от велелепной славы его. А Петр ссылается на послание Павла. Как брат наш Павел нигде написал, что неутвержденные превращают в собственные погибели. В них есть что-то неудобовозумительное. Кому? Неудобовозумительное. Петру было это понятно. Но были люди, которые послание Павла превращали. То есть переворачивали. И делали по-своему. И образовали новые очищения секты. И Аполлоосов и дальше пошли. Вот мы должны сегодня сделать это различие. И дальше увидеть, какие последователи у того и у другого. Петра полностью оккупировали, захватили католики. Их называют папежики. Папа наследник Петра. Петру даны ключи и мне даны ключи. У них все построено на Петре. Но они забывают, что Петру сказано было то, что ни одного апостола не сказано. Отойди от меня сатана. Почему эти слова было? Нельзя тебе сказать, что вы последователь сатаны католики. А выбирает только одно. Что он сказал? Ключи Царства Небесного. Нарисовали на иконе ключи. Да никаких ключей не было. Это выдумка все. Ключи это исповедание Петра, говорит Иоанн Златоус. Он сказал, ты и все Бог, сын Бога Живого. Вот ключи-то какие. И когда мы веруем этим ключом, отверзаем небо себе. Принимая его как спасителя мира. Два органа мы разобрали. Глаза. Слух. Дальше. Третий орган это обоняние. Приятно пахнет. Дальше. Вкусовые качества мы определяем. И осязание руками. Так вот голова. Почти все пять органов осязаем. Тоже иногда прислонишься, какая холодная подушка. Это осязание. Она не пахнет, свежая. Но главное осязание это руки. Здесь у человека особые органы, рецепторы, которые определяют. И люди, которые рождаются с аномальными задатками, глухо, слепо, немые. И они все органы чувств сконцентрируют на пальцах. Пальцами определяют, пальцами разговаривают, буквы, слова составляют. Когда глухо, немое, то ему можно показать. А он слепо, глухо, немой. Я про одну такую скоробогатую читал. Она профессором стала. Какое украшение в комнате. Какие обои, платья она сама выбирает. И пишет стихи красочные. Ни разу не видим ни одного света. Как же мы это перед Богом будем отмечать? И я подумал, что в сегодняшний праздник вложили те, кто составлял. Они как будто бы ничего этого не изгнали, что я говорю. А что? Переменяется пища. Вот тут народу понятно. Сегодня мы уже едим все. И все так и говорят. Сегодня не забывайте. Как за грани не забывайте, так и тут не забывайте. Не сегодня же это началось. У нас все органы чувств на язык переместились. А у языка другое назначение. Не в себя втягивать, а в себя отдавать. Проповедовать, говорить. Я это все у Бога сегодня ночью выпросил у Бога. Уразумение этого. Стою на монете и прошу, открой, Господи. Что здесь заключается? Что сказал Златоус, нам прочитают здесь? Златоус говорил для книги. Для интернета. Он говорил паспорт. Мало что понимало. Но он говорил то, что осталось на тысячелетие. Потому что он видел, стояли нотарии. И все, скорописцы записывали каждое слово. Но все ли они успевали записывать, это сомнительно. Но уже на выходе давали большие деньги и тут же раскупали богачи сразу. Послания, проповни, его расходились по всему миру. В среднем каждая проповедь Златоуста была, я посчитал, примерно 36 минут. Я специально занялся буквами. Греческие Евангелия достал. Как он произносил, быстро или не быстро, примерно среднее взял. Если записывали не все, то порядка может быть 40. Докинем еще 4. Но его слова пробили тысячелетия. Сегодня можем и говорить часами, и до сердца не достучаться. Моя задача не переговорить Златоуста. А на сегодняшний день, чтобы к нам, стоящим здесь, слово заговорило. Его слово больше берет на нравственность. Я хочу сделать то, чтобы люди в Слове Божьем увидели себя. Каждый. Оно живо и действенно. Чтобы, слушая про Павла, ты понял, Павел по всей вселенной шел. Петр в Риме был. И поэтому Рим претендует на главенство и его наследие. А Павел к кезенщикам, галатам, я считаю, послание к Коринфянам. Это наш апостол, он более наш. То есть он по всей вселенной и как бы к нам. Это я все условно говорю. И нам есть, что извлечь из тех слов, которые сегодня считались. Я более был. И перечисляю. Более в ранах. Запроповедь. Более в гонениях. Мы добавляем. Запроповедь. И дальше. Били меня там. Запроповедь. Ловил его царя рета. Запроповедь везде. То есть у апостола Павла все органы чувства сконцентрировались на языке. Но он еще и пользовался пальцами. Писал. Почему у человека пять пальцев? Я спрашиваю, никто не отвечает. Я тоже прошу у Бога. И вдруг нахожу аномальное явление у человека на руках и на ногах по шесть пальцев. И Библия о нем пишет. Это аномально. И у них, у этих людей, видимо, потомства не было. Нигде больше такого. Как они. У нас органы чувств должны быть и здесь. Пятью пальцами Павел писал послание. И он достигает теперь всех органов чувств нам. Зрение. Мы читаем его слова. Слух нам проповедует. Мы прислоняемся к новой книге. Пахнет типографская краска. Мы целуем Библию. Я бы увидел, что апостол Павел достиг нас не только языком, но и пятью пальцами. В эти пять пальцев, как будто все органы чувств заложены были, через тысячелетие достигли нас. А Христос говорит, не отвязывает ли каждый из вас вола своего отнеслить. Я по порядку иду, и так совпало на сегодняшний день. Народ-то связан грехами. Люди не знают. Сегодня олигархи, правители. Президент может быть в храме. Я читал про местного нашего президента, русского, бывшего. И сегодняшний, говорят, мы летим, когда в самолете, то у нас с собой Библия, то ли как оберег, и есть время посчитать. Хитрые такие слова. Не говорит, что я считаю, но есть время. Ну, в чем мы считаем? У него новая бухта, то, другое. Есть время. А его представители в Алтайском крае. Я к ним пришел и попросил президенту и премьер-министру передать наш сайт, чтобы они могли скачать и слушать. Меня благодарили, как они обязательно пошлем. Он наушники натянет и будет слушать. Может быть, он слушает. Может быть, через наш язык Господь достигнет главы государства. И об этом надо помолиться. Я отдал. Они приняли с радостью. Вышли меня проводить, представители нашего президента. Это Господь так сделал. Я молился, чтобы Господь их коснулся. Все может быть. Чудо всякое бывает. Не связывает ли сатана сегодня? Связывает. А в 17 лет связано. Да у нас страна-то связана уже, может быть, тысячу лет. Проповедь связана. Она на первом месте никогда не была. Принесли лопатыш, штыковые, пошли горы копать киевские. Первые, которые приехали с епископом Михаилом при гнаде Владимире. Они не стали, говорю, березку драть и переписывать Евангелие. Вот где наша ошибка. Главный орган чувств все-таки у нас находится выше глаз. Это наша голова. И находится ниже даже руки. Это в сердце. Необходимо понять. Мы связываемся нашими предрассудками. Привычками. Я вчера говорил, если у вас эти подружники, они только на Андрея Критского вам будут требоваться. Сегодня он уже пришел поста с собой. Больше выходит с чаши, некоторые метнулись, но другие их уже остановили. Значит, слово уже падает не на мертвую почву. Вы не забывайте, центральная часть всей жизни здесь в алтаре. Отсюда исходит все. Это все требует разъяснения. Выходит, кровь и тело Христа, как он поплотился, надо рассказать. Где он умер на Голгофе? Это отражение Голгофы. Да и возвышенные места так и называются. А кто связал? Сатана. Веришь ты или не веришь? Крестить ребенок не может. Сатана руки связал. Еретики не могут совершить крестное знамение. Сатана связал. Священники не идут проповедовать. Народ погибает в грехах. Сатана связал. Да кто пир-то правит здесь? Вот тут и надо дать сегодня ответ. Господи, услыши нашу молитву, пришли к нам Павла с Петром. Чтобы мы всюду исповедовали его, как сына Божия. В апостоле Павле Петр не нашел никакого изъяна. Он говорит, что я пришел, и перечисляет, был у Кифы, около 14 дней. И они, апостолы, почитаемые столбами, не возложили на меня ничего, но подали руку общения. Что им? Мы евреев, Петр среди евреев больше дружился. А Павел, среди завищников, руку подали. Но вот наступило время, когда апостол Павел по полной программе и выдал. Здесь написано так. Христос сказал им, лицемеры. И это слово лицемеры ужасное. То есть люди смотрят, большой человек, промолчил, важный начальник, обойду. Ну, зачем же спортить отношения-то? А ведь бывает лучше сказать того, от которого зависит дальнейшее твое пребывание здесь. И однажды Павел сказал слово лицемеры Петру. И сказал своему земляку Варнаве, который ввел его общество апостолов. Так что с ними вместе с лицемером Варнава, послание Галатом считаем. Ну, значит, подвиг Павла заключается еще и в том, что он не боялся Верховных, а говорил им все. Он говорил открыто, и этим нам дал путь, свободу, вместе с Яном Крестителем не бояться правителей. Деяние 13.10. Апостол Павел много потрудился, но и Петр трудился. И сказал, о, исполнено всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Вот это слово, совращение, сегодня должно быть прямо обращено к священникам, к епископам. Где мы проезжаем, мы не принимаем, нет церкви. Но внезапно оказалось, что глава той администрации знаком со священником. Из другого села священник, в другом селе, где уже нас приняли, где я выступал, он делает все возможное, чтобы все выкачивать, чтобы мы там были. Это антихристы в рясах, как говорит Иероним Стридонский. Вот куда нужно Павлу, вот кому он сказал, были цемеры. Да кто бы не проповедовал, как бы не проповедовал, Павел говорит, я этому рад. Лишь бы правильно, лишь бы исповедали святую Троицу. Павел говорит, я рад. А они не рады. Когда мы раздаем Евангелие, зовем к местному епископу, открывать храм. Они враги Креста Христова. И об этом надо молиться, призывая апостола Павла, чтобы посетил наш край, наш район Мамытовский. Деяние 8.20.23. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет погиб с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе счастья всем и жилебия. Ибо сердце твое неправы пред Богом. И так покайся всем грехе твою. И молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Ибо вижу тебя исполнено в горькой желчи и в узах неправды. Это Петр. Оказывается, он мог говорить, как Павел, грозные слова. И он сегодня большинству пастырь сказал бы, приехали заработать гроши. Украина все заполнила здесь. Попы не крещеные. И вот эти слова, они сегодня буквально от Петра должны быть прочитаны были в храмах. Не будут прочитаны. А если будут прочитаны, мельком и непонятно. Люди-то не понимают. Они слова слышат и не понимают. И даже на русском языке не понимают. Их надо растолковать. Сказать, это относится к нам. Мы исполнены горькой зависти. Мы народу не сказали слово Божие. И по этому путу сатаны с народами спали. Пьянство, наркомания, предательство. Все заполнило. Страна пошла, вся развалилась. И как будто никто не видит. Исайя 29-20. Потому что не будет боли обидчика. И хульник исчезнет. И будут истреблены все поборники неправды. Эти слова нашли острых в словах Петра и Павла. Значит, правители, депутаты, администраторы, священство, учителя будут истреблены, как поборники неправды. Они Евангелие не ставят на первое место. На первом месте слово Христос и Библия должны быть. К этим словам не приучили. Я пришел, отстоял службу. Отстоял. Службы не в ногах. Как святые говорили, что лучше думать? Думать, как болят ноги и стоять. Или сесть и думать, как идет служба. Я вам, затворник, сделал выбор. Я еще гляжу, как только начинаешь проповедовать. Мигом лечится на скамейке. Это аномалия. По милости Божьей, мне пришлось слушать проповеди дивного, талантливейшего проповедника, каких я знал Александра Пивоварова, погибшего, сгоревшего, царство ему небесное. И когда он начинает говорить, голос его как труба елехонская звучал. И не только его, кто бы где ни говорил. Все, в основном бабушки, они хлынут, ближе по углам стоят, все равно не понимают, где далеко или близко. Но проповедь старались уловить. У нас что? Другой народ? Или за счет того, что маленький храм сильно устает? Да он не устает, целый день бегает. Подними их всех. Это пренебрежение проповеди. У нас могут сидеть только больные и престарелые. А остальное это неуважение к Слову Божию. Я читаю тебе Слово Божие. Вы Павла пренебрегаете. Я его слова читаю. Вы ни во что ставите Петрова слова. Когда говорит царь или говорит начальник, никто перед ним не сидит. Не понимая мою службу, даже хоть сколько будет, будут стоять. Как только вышел, еще ничего не сказал. Уже понимает, Слово Божие бегут и падают сразу. Задумайтесь, кто вы такие. Иоанн 7, 21-24. Иисус, продолжая речь, сказал им. Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от Отца. И в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Мы раз, как правило, судим по наружности. Хамски относятся ко всему, что касается высшего божественного. Хам всегда моложе старшего. И он не смотрит о последствиях. Что дальше будет? Хам не видел то, что придется ему тысячелетия теперь поминать о потомках. Это Африканский континент. А то одинаково святые мужи говорят. И пошел, откуда вывел из земли Хамовой. Моисей, народ. Лука 14.5. При всем скажу им. Если у кого-то из вас осел или вол упадет в колодец, не то счастливы дышите его в субботу. Я прочитал однажды страшные слова Златоуста, много раз их повторил. Он обращается к пастырю. И говорит. О, священник, если по твоей небрежности погибнет одна овца, всей жизни не хватит рассчитаться за нее, ибо за нее умирал Христос. Вот о чем надо молиться. Чтобы пастыри пробудились. Заботились об овцах. Сегодня патриарх начинает что-то говорить на эту тему. Венчаные разводятся. И разводятся в том же количестве, что и не венчаные. И когда священника спросили, кто развелся, ни один священник не мог показать сколько, ну хотя бы приблизительно, вообще никак. То есть помечал, деньги взял, идите как хотите. Но учений никакого нет. Крещеные, не крещеные. Да и крещений-то никакого нет. Лука 14,5. При всем скажу им. И Матфея 15,14. Расставьте их, они слепые, вожди слепые. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр это слышал. И он очень заботился о том, чтобы яму не вырыть другому. Своей верой. Об этом заботился Павел. Он непосредственно от Христа говорит. Не видел ли я Христа? Он видел его. Яма это означает неведение. Слепота означает неведение. И все это зависит от языка, который сегодня об этом не хочет говорить. Матфея 23,28. Так и вы по нарушности кажетесь людям праведными. А внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вот собирается собор, сенат. И вдруг вошел бы Христос, сказал эти слова. Ну, не Христос Павел. Да не поверит, тут же его избонят или арестуют. Это уже все описано. Мы должны реально представлять, что к нам пришел Христос и говорит мне лицемер. Тогда слово Божие заговорило с нами. А теперь посмотри, где ты лицемер? Верующий. Верующий. А где? Почему ты не ходишь на службу? А то с богослужением. Вечером тебя нет, утром нет. Кто ты? Ты давно уже верующий. Да и не первый раз уже не приходишь. Лицемер. Ты еще носишь маску верующего. Там уже ничего нету. Там грех все вырил. Там пустота. Внутреннего ядра нету. Притча 11.9. Устами лицемер губит ближнего своего. Но праведники прозорливостью спасаются. А так, как хочется говорить, язык есть, будешь злословием заниматься. Будешь сплетни собирать. А Евангелие, проповедь, благовестие обойдет тебя стороной. Мы снова начинаем готовиться к посещению соседних мест, деревень в радиусе 100 километров. Поэтому, кто может чем помогать, средствами, помогайте. Заботьтесь, молитесь. А чем я сказал? Чтобы Петр и Павел были среди нас. И реально через твои послания сделали нас подобными. И как Павел их подражаете мне, как я Христу. Аминь.